Связь, да, если это сильно большой блогер, может быть, он и не увидит, но лучше, конечно, все-таки быть подписанным на него. И далее вы пишете конкретное предложение, там, дорогая Елизавета, давно смотрю за вашим творчеством, очень нравится, ну, немножечко, да, добрых, приятных слов написать надо обязательно. И пишите прям заранее готовый референс, то есть составьте доску настроения, сделайте мудборд. Мудборд, доска настроения, ну, я, наверное, не стоит мне сейчас показывать Пинтерест, я думаю, что вы все знаете, что это такое, об этом мы тоже будем говорить чуть позже, более подробно, то есть вы составляете идею, сейчас всем нужен контент, согласитесь, что всем и блогерам тоже нужен контент. А другой вопрос, если у этого блогера уже наверняка есть какой-то свой фотограф, но не отчаиваться, не отчаиваться, просто писать, да, предлагать готовую какую-то идею, вот локация, вот время года, вот время суток, вот эта вот одежда, вот этот стилист, мейкап, визажист, то есть вот эта вот идея. Понятно, да? Сейчас, ребят, а если свадебный фотограф, ребят, ваша, ваша самая главная тема – работать с экспертами. Если, наверняка, вот когда я была свадебным фотографом, 6 лет я фотографировала, у меня было очень много съемок ведущих, у нас, я до сих пор помню, в Нижнем Новгороде там Дима Сахно был, он сейчас в Москве работает, Влад Жадан, это number one, это ребята, которые на английском там вели тогда свадьбы. У меня была свадьба, сейчас даже не вспомню, с Эквадора, с Эквадора, жених с Эквадора, а невеста с Нижнего Новгорода, и Влад вел свадьбу на английском языке, то есть это был супер топ, я не знаю, как сейчас, правда, вот ведущий. И, конечно, вот этим всем ведущим я тоже делала съемки, я делала портфолейные съемки для того, чтобы просто они меня рекомендовали, для того, чтобы быть в этих свадьбах. Это все очень просто. Снимать ловстори, да, через ловстори, конечно. Существует множество профессий, которые вот, работы с экспертами, вот это уже следующий пункт, в каждом городе есть эксперты, ребят, это, к примеру, какие-то риэлторы, адвокаты, это, не знаю, там девочка, которая занимается маникюром на дому, это визажисты, стилисты, и самый важный, вот бич современности, что они все сапожники без сапог, согласитесь, как мы фотографы, у нас в основном, в основном у профессиональных фотографов тоже нет аватарок, просто согласитесь, потому что, ну, сапожники без сапог. И как раз вот такие эксперты, они все плохо запакованы, плохо запакованы, находите экспертов, делайте небольшой анализ, давайте я сейчас покажу на примере. К примеру, смотрите, здесь в Майами я проводила вот такую вот съемочку, это адвокат, я ходила на консультацию, я думаю, что вы многие знаете мою историю, мы сейчас получаем визу EB1, это грин-карта талантов, и, конечно, я ходила тоже по всем адвокатам, и смотрите, страничка адвоката вот в таком вот виде, и какой она стала дальше, да, то есть видно мои фотографии, и дальше они уже просто сами используют, или, к примеру, вот тоже было и стало, да, то есть найдите экспертов, может быть, это будут риэлторы, может быть, это будут визажисты, визажистам тоже нужна фотосессия, пусть эта девочка тоже выложит вас, а вас напишет, ребят, проанализируйте визуал, проанализируйте конкурентов, к примеру, вы же, понимаете, когда есть камера в руках, не надо смотреть, к примеру, через узкое бутылочное горлышко, я фотограф, я буду только ходить на съемку, брать клиентов и снимать в кустах, нет, почему нет, почему именно так, то есть вы со своим фотоаппаратом, вы можете просто смотреть шире, то есть проводите, находите, находите эксперта, проведите конкурентный обзор, да, сделайте, сделайте обзор коллег, конкурентов, не люблю просто слово конкурентов, поэтому, и сделайте вот этот анализ и предлагайте эксперту сделать фотосессию, я уверена, что он очень хорошо подсядет вам на крючок, а в дальнейшем будет рекомендовать, и потихонечку вы можете быть, сейчас это очень модно, да, как это бренд-фотограф, кто занимается этой съемочкой, сейчас немножечко вас почитаю и пойдем дальше, да, 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 так, для начала, я думаю, что по бартеру, ну, кому как, наверное, все зависит от, наверное, от количества аудитории, если вам, понимаете, смотрите, если вам интересен, к примеру, этот эксперт, либо блогер, да, ну, к примеру, что касается блогеров, я просто, к сожалению, не приготовила картинки, смотрите, за два года назад я работала с блогером 5 миллионов, у нас есть такой блогер Ника Вайбер, наверняка вы ее знаете, и у меня в портфолио были такие красивые картинки, где Ника идет здесь, в Майами, мы дали ей велосипед, одели гольфы, гетро, то есть ее одевал стилист полностью, и она у меня на красных каблучках переходила дорогу с велосипедом в кепочке, кто помнит, да, вот, и, конечно, эта фотосессия тогда вызвала ажиотаж, все стали писать, разве ей удобно на каблуках ехать на велосипеде, ребят, мне было абсолютно пофиг, я просто, и мне не нужны были от нее подписчики, потому что я понимала, что это абсолютно разная целевая аудитория, то есть, кто смотрит Вайнера, блогера, это не мои подписчики, то есть, у нас разные, разные, разные ниши, вот, и мне от нее просто надо было красивую Нику, просто красивая девочка, и мы с удовольствием сделали красивую супер фотосессию, вот, если мы, к примеру, говорим про блогеров, или про медийных лиц, про звезд, была у меня вот такая вот история, сейчас я немножко тоже расскажу, история Зары с певицей, которая тоже потом переросла в дальнейшем, я сейчас расскажу, полгода назад, где-то до съемки, я написала певице Заре, я никогда не работала с медийными людьми на тот момент, у меня были свои планы, путешествовала по миру, проводила мастер-классы, гасила ипотеку, строила новую квартиру, и когда случилась вот эта вот вся пандемия, даже, наверное, немножечко раньше, я подумала, а почему бы мне не поработать, пока я в Москве, мы переехали уже в Москву, и почему мне не поработать со звездами, они же рядышком, то есть это раньше была сложность, там, с Нижнего Новгорода я там жила, и как-то надо ехать, искать в назначенные дни, ну, в общем, в итоге я написала просто в директ сообщение, если, смотрите, ребят, если вы поставите плюсики, если вам будет это все интересно, напишите там в комментариях, я с удовольствием поделюсь скринами, как я пишу, допустим, медийным лицам, что я пишу, могу сделать скрины, и вы тоже посмотрите, можете взять за пример. Я написала просто пример, что там, дорогая Зарочка, очень уважаю ваше творчество, слежу за вами, там, со времен фабрики звезд, очень хотелось бы вас поснимать с сыновьями, так как я тоже детский семейный фотограф, вот, и месяца через три мне, у меня был входящий звонок. Ребят, простите, я сейчас пока вас не читаю, просто рассказываю. Входящий звонок, я выходила из ресторана с подружкой, и просто обалдела, когда в телефоне услышала тонкий голосок, Ириночка, здравствуйте, это Зара. Я вообще, я, 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 не представляете, что со мной происходило, я прыгала, я просто, я когда положила трубку, я просто, вау, я пищала, визжала, думаю, ура, классно, мне сама Зара позвонила. И причем мне было очень приятно, когда она сказала, что я слежу за вашим творчеством, я подписалась, и понимаете, они, возможно, они не сразу, как я всегда говорю, покупка не совершается просто так, это не импульсная фотография, это дорого. Это не просто сходить за хлебом, за прокладками, это, это, как бы, для того, чтобы нас заказать, решение должно быть грамотным и взвешенным. Вот, и Зарочка смотрела, наблюдала, и смотрела какие-то несколько прямых эфиров, и говорит, Ирина, вы очень интеллигентная, мудрая женщина, мне очень хотелось бы, да, с вами поработать, чтобы вы сняли обложку для сингла моего. Вот, конечно, после этой съемки, когда мы сделали эту замечательную съемку и обложку сделали, съемку на конюшне, кто видел, буквально на следующий же день я в этот же день слила снимки. Ребят, если, я просто, может быть, да, я вижу плюсики, плюсики, да, плюсики, плюсики. Было бы интересно посмотреть, сейчас, ребят, секундочку, если у меня на странице все осталось, я, конечно, покажу, сейчас одну секундочку, в Инстаграме точно есть, в Инстаграм, сейчас есть, секундочку, постараюсь, постараюсь, постараюсь полистать. Сейчас чуточку повисите, хорошо, можно, мы уже никуда не торопимся, есть у вас время. Так, это Шанхай. Сейчас, наверное, пролистала. А вот это, кстати, съемочка, кто помнит, это Сашенька Зверева, солнышко в руках, певица, помните, солнышко в руках, с мужем, со своим. Сейчас, одну секундочку, я дойду до Сиэм, Юзик, конечно, все тоже расскажу. Мне не хочется ваше время тратить, но надо поискать. Ребят, или я найду в Инстаграм, две секундочки. Я надеюсь, не торопитесь. Вот, кстати, Влад Топалов тоже, это уже та же цепочка пошла, Регина Тодоренко, та же цепочка пошла. Сейчас я найду Зарочку, вот она, певица Зара. Вот, у нас была такая съемочка на конюшне, и была фотография для сингла, где она в большом голубом платье. Вот, в этот же день, когда я снила, скинула фотографии, Зарочка мне позвонила и говорит, Ирина, у меня есть, мне очень понравились снимки, очень понравилось работать с вами. И она говорит, у меня есть пиар-менеджер, могу ли я дать ей номер вашего телефона, потому что Регине Тодоренко тоже надо сделать съемочку. И, Регина, вы понимаете, все идет по цепочке, да, все по цепочке. И у меня был большой прилив, я не знаю, сколько, может быть, тысяч пять или восемь. Сразу от Зары, после того, как она выложила пост, выложила себе фотографии, отметила. В основном, конечно, что касается отметки, ребят, если вы работаете сами, нашли блогера, конечно, в письменном виде, пусть у вас останется вся переписка, допустим, что вы делаете, чтобы, ну, я, это не относится к людям, к звездам. Это, конечно, все, конечно, еще раз хочу сказать, что мы люди все разные, да. Есть такие блогеры, которые используют вас, как часы, трусы и носки. Меня просто, вы знаете, попользуют и бросят. У меня тоже был такой опыт. Я не хочу тоже называть имен, но как бы были такие неприятные случаи, когда ты, знаешь, облитый с ног до головы, ты понимаешь, что тебя просто использовали, а тебе даже не упомянули, да, твои снимки используют по сей день. Вот, поэтому, конечно, здесь отдельная тема. Если, я просто не знаю, как ставить на это на все время, как проверять блогера, да, как смотреть, вот насколько у него реальные подписчики, да, насколько будет конверсия хорошая, да, именно от этой сделки. Вот, но что касается, я в основном работаю на доверие. Знаете, вот что касается звезд, даже я, у нас не было никакой договоренности, я бежала и понимала, что я готова бежать на эту съемку, и пусть обо мне даже не скажут, да, но это будет для меня опыт. Я просто помню, когда мы поехали на съемку с моим ассистентом, с Антоном, на съемку с Зарой, мы едем, он рулит и говорит, Ирина, зачем тебе это надо? Вот ты, в принципе, и так, у тебя дофига заказов, у тебя нормально там идут заказы, ну, как бы и по съемкам, и мастер-классы, нафига тебе эти звезды? Я говорю, я не знаю, я еду для опыта. Вот, и следующий опыт, это была вот съемочка с Региной Тодоренко, мы снимали для проекта Первого канала, вот кто помнит, Роман Костомаров, наверняка тоже все знаете, он с, дай бог памяти, катался, 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 катался в свои годы с, девочки мои, мальчики, напишите, пожалуйста, ну, я думаю, Роман Костомарова все знают, да? Вот, была тоже такая шикарная съемочка, классная, вот вот он сам. Далее, после этого, ребят, еще раз хочу сказать, что все идет по цепочке, после этого меня пригласили на съемочку Влада Топалова, то есть вот у нас было очень много журналов, газет, кстати, мне так хочется вам показать мою книжку, и смотрите, если останется время, я вам покажу книгу, с которой я пошла на визу талантов в Америку, и вот эти все, вот эти все публикации, Космополитен, там, какие-то, я уже сейчас даже не вспомню, вот эти все журналы, награды, то есть это все надо тоже, любые выставки, все это обязательно надо использовать, чтобы у вас в этом кейсе было, никто не знает, что завтра с вашей жизнью будет и куда вы поедете, но вообще это просто для ваших клиентов очень круто, когда вы выставляете работы, что, к примеру, вы призеры какой-то фотовыставки, но это тоже отдельная история, сейчас не про этого. Дальше, съемочка с Владом Топаловым и съемочка с Леной Ильиних. Буквально, наверное, месяца три назад мне позвонил этот же PR-менеджер, который был от Зары, и попросил снять Лену Ильиних для проекта здесь, в Майами, и был это клип «Сия Мьюзик», ребят, вот кто знает СИА, то есть я даже не думала, то есть вот «Космополитон», вот опять они все журналы, и все от чего, то есть вот если проследить всю цепочку, понимаете, случайности в нашей жизни не случайны, если вы не будете это делать, то есть началось все просто со съемочки Зары, с маленького сообщения, не хотите ли, чтобы я вас фотографировала с вашими детками, понимаете, собрался целый кейс документов, кучу публикаций и прочего-прочего, поэтому очень вам порекомендую не бояться писать медийным людям и не переживать, если не прочитают, не переживать, если не заинтересуются, писать вот просто, знаете, сегодня 10 писем, поставьте себе за правило там хотя бы 5, ладно, 3, хорошо, завтра еще 3, послезавтра еще 3, не унывать, вот я уверяю, что если вы в месяц хотя бы по 3, допустим, кандидата будете писать, за месяц вам явно кто-нибудь 1, 2 или 3 ответят, то есть 100% вы можете идти дальше. Так, секундочку читаю, читаю, читаю. Про бартер, еще про бартер, а с навкой, да-да-да, катался с навкой, так, давайте дальше, двигаемся дальше. Следующее, значит, если есть, или давайте сразу, если есть вопросы, работа с медийными людьми, работа с экспертами, ребят, в переписке пусть у вас остается, на каких условиях вы готовы сотрудничать, то есть вы пишете, что там, дорогая, там, к примеру, блогер Наталья, да, ну, допустим, составляете вот это письмо, составляете план действий, да, что эти фотографии очень ей пригодятся, войдут в ленту, они пополнят ее контент, то есть ей будет, как бы, у нее будут красивые фотографии, и вы с удовольствием просто осуществите ее мечту. То есть этот же блогер явно ищет себе фотограф и платит за это деньги, а вы готовы это сделать за свой счет. Но, естественно, ваша работа оплачивается рекламой. Кто-то снимает просто на месте сторис, а кто-то выкладывает посты, и под постами, может быть, просто ставят отметки. А знаете, блогеры в основном не отмечают под каждой фотографией. Вот большие блогеры под каждой фотографией писать про вас не будут. Классно, если хоть один пост зайдет, и они напишут просто от души, что очень понравилась с вами работа, что вы профессионал своей области, там, к миру. Вот это будет очень круто. Вот, но если вдруг не на словах, пусть это все будет, знаете, в переписке, чтобы потом можно было бы аккуратненько предъявить. Как добиться публикаций в журналах? Так, интересно про журналы, как их искать? Ой, ребята, подождите две секундочки, хорошо? Я сейчас найду свой кейс, секундочку. Секундочку, секундочку, секундочку. Где-то были мои книжки. Ребят, я нашла. Сейчас, одну секундочку, нашла. Смотрите, вот так вот выглядит. Да, я дома, видите, в костюме, на каблуках. Так, окей. Вот так вот выглядит моя книжка, которую я подавала на визу талантов, на грин-карту в Америку. Фотограф Ирина Недялкова. Так, одну секундочку. Вообще, никогда ее никому не показывала, вы первые. Вот, давайте посмотрим. Значит, здесь, с одной стороны, мое портфолио, мои фотографии. Далее, страничка. Моя страничка, скрины. И далее пошли публикации. Значит, вот они. То, что касается грин-карты, ребята, если вообще будет интересно про визу в Америку, это тоже отдельная история. Хорошо, тоже не сейчас. Я не хочу сильно отклоняться, быстренько просто покажу. Кто знает конкурсы, международные конкурсы, где я была членом жюри. 35 вертс. Вот, 35 вертс. Вы все любите этот конкурс. 35 вертс. В 2018 году я была членом жюри от России. Здесь было 35 членов жюри, и вот я представляла Россию. Конкурсы МИФА. В общем, международные конкурсы, где я член жюри. И дальше вот они, пожалуйста. Вот вы видите, ОК, магазин. Откуда съемка? Вы знаете. People Talk. Откуда съемка? Вы знаете. Видите, ребят? Вот они, обложки, журналы. Вот они. Космополитен. Это уже серия с пожилой парой, которая бомбанула тогда очень сильно. Помните, да, наверное? Это первые каналы, где я была экспертом на первых каналах. Модный приговор. Пусть говорят. Передача, телепередача модели Excel. Кстати, вот буквально недавно здесь была Анфиса Чехова. Мы с ней тоже списывались, потому что мы с ней были на передаче. Мы с ней списывались и, к сожалению, просто не успели. Мы улетели в Калифорнию. Она уже улетала. Самое интересное, мы когда прилетели в Сан-Диего. Она тоже была в Сан-Диего. Но у нас там... Ой, в Сан-Франциско, точнее. У нас там был только один день, поэтому мы не смогли состыковаться. Но вообще хочу сказать, что медийные лица очень даже идут на все эти... Так, вот мастер-классы мои, мои группы. Китай, Бразилия, Россия. Ну, в общем, ладно, ребят. Что касается выставок, то есть вот такая вот у меня есть книжка с достижениями. Что касается выставок, это, наверное, отдельная история. Публикация журналов. Давайте, если это интересно, я попрошу... Попрошу моего менеджера, который мне помогает делать этот марафон, чтобы мы, возможно, включили сюда лекцию. Я думаю, что это тоже вам будет очень полезно. Давайте дальше. Значит, тема, где искать клиентов. Дальше. Это мы все усвоили хорошо. То есть ищем экспертов, ищем медийных лиц, пишем коммерческое предложение, пробиваем их и работаем. Взаимопиар. Четвертый пункт. Очень полезен. Сейчас это тоже модно называется кросс-постингом, кросс-маркетинг. Попробуйте найти людей, кого-то продвинутых в Инстаграм, к примеру, там, и провести с ними баттлы, какие-то прямые эфиры. Допустим, 30 минут у них в прямом эфире вы гость, да, и 30 минут у вас тот эксперт-гость. Ну, к примеру, пусть это будет визажист в вашем городе. Пусть у него там будет 5000 подписчиков, у вас 3. Ну, напишите. Я думаю, что, в принципе, знаете, это полезно всем. Я думаю, опять-таки, многие, наверное, сейчас подумают, что кто ко мне пойдет в прямой эфир, да, у меня там 3000 подписчиков, что вы сделали для того, чтобы... Сделали ли вы какие-то действия? Попробуйте просто сделать рассылку, написать рассылочку, только старайтесь имена, конечно, вставлять правильные. Вот, и ищите специалистов, смежных специалистов. Это визажисты, стилисты, парикмахеры в вашем городе, косметологи, художники, ведущие. То есть проанализируйте, кто ваша целевая аудитория, что им будет интересно. Может, им интересно какой-нибудь мастер-класс по фотографии или по художеству. Или, может быть, косметологи, какие-то масочки. Это же все круто, классно. Вы пойдете к косметологу, расскажете, как делать контент для Инстаграма. В общем, все это очень взаимосвязано. Да, публикация журнала будет интересна. Спасибо. Пожалуйста, кейс, как писать предложение. Хорошо. Хорошо, хорошо, Олесь, я поняла. То есть здесь усвоили, да? Социальные сети. Ребят, ну вот что касается социальных сетей, вы должны, вот как я здесь написала, как Пугачева в 70-е годы звучать из каждого утюга. Просто из каждого. Вы просто звучите с одного места, вас видят в другом, подписываются в третьем. Социальные сети, их огромное количество. То есть кто-то, у нас и люди все разные. Они, знаете, они, кто-то любит YouTube. Кто-то любит смотреть долго, залипать видео, любит смотреть YouTube, да? Кто-то любит Instagram, кто-то в TikTok у нас сидит. Это разная, разная аудитория, разная. То есть есть вот это вот сегментирование тоже. И могу сказать, что одноклассники вам тоже не помешают. Вот на моем примере, если просто интересно, давайте я вам покажу, как происходит на моем примере. Смотрите, я веду свой Instagram. Плюс у меня есть Instagram личный аккаунт. Плюс у меня есть контакт. Вот вконтакте, я уже даже не знаю, сколько здесь подписчиков. Как здесь посмотреть, сколько подписчиков? Давно не смотрела я это дело. Сейчас, одну секундочку. Заявки друзья в 4 800 висит. 4 800, а в друзьях и в друзьях 9 700, да? И заявки в друзья. Плюс у меня есть вконтакте. То есть смотрите, все новости, все, что со мной происходит, я все дублирую сюда. Сама лично. Еще раз говорю, под лежачий камень вода не течет. Никто за вас ничего не будет делать. Если вы мечтаете найти человека, который... Я готова заплатить 25 тысяч рублей в месяц, пусть мне все сделают. Ни хера не сделают, простите, скажу, как есть. Пока вы сами не будете делать, никто за вас ничего делать не будет. Вы можете найти помощников, да? Но это будет там месяц, два, три. Вы должны хорошо за это платить. И в любом случае, так как вы сделаете, никто не сделает. Вот смотрите, к примеру. Вконтакте я делаю репосты. Видите, все полностью, все, что со мной происходило, я репостю сюда. Дальше у меня есть Facebook. Все то же самое идет на Facebook и то же самое идет в Одноклассниках. Вот посмотрите, в Одноклассниках. Вот я тоже вчера заливала подарок. Я не знаю, сколько у меня здесь друзей, но у меня тоже здесь вот, пожалуйста, свежие фотографии. Все, у меня тоже здесь все есть, видите? И видосики, и фото, и видео. Почему? Потому что мы понимаем, что, к примеру, с Одноклассников придет аудитория, допустим, кто-то, это разный. Допустим, здесь сидит у меня папа. Мой папа никогда не будет сидеть в ТикТоке. К примеру, ребенок у меня, ну, допустим, отсюда может прийти к вам заказ какая-нибудь женщина и ищет фотографа свадебного своей дочки. Или семейную фотосессию хочет заказать бабушку, к примеру. Почему бы нет? Why not? И, к примеру, с ТикТоков я тоже говорю, что, знаете, вроде пока в России у нас эта сеть не монетизируется. Кстати, у меня есть суперспециалист на ТикТоке. Ребят, просто не знаю, как это показать. Сейчас, одну секундочку, давайте покажу. Если получится у меня сейчас найти ТикТок недялковой Ирины. Буквально месяц назад я зарегистрировалась в ТикТок. Одну секундочку, ТикТок. Блин, как же, как же, как же. И есть у меня классный специалист, девочка, которую я могу привести. Она расскажет вообще про тренды. Как это все строится? Эх, не смогу найти. Ребят, давайте я в сторис вам покажу. Хорошо, у меня там есть... У меня есть аккаунт, который сейчас вот практически миллион просмотров о том, как мы в Майами моем балкон. И если вот вы подумаете, зачем мне еще и ТикТок, это все к тому, что вы не знаете, откуда у вас придет заказ. То есть максимально звучать из каждого утюга. Максимально. Понятно, что дублировать эти же, к примеру, для меня Инстаграм – это сеть номер один. В Инстаграм я выкладываю все в первую очередь, да, сторис, лента, а дальше уже идет Одноклассники, ВКонтакте, ТикТок и так далее. Так. Дальше. Смотрите, еще раз хочу сказать, что касается социальных сетей, ребят, обязательно шапка профиля, уникальность. Я постоянно про это говорю. Уникальные ваши предложения. Сейчас, одну секундочку. Потому что у многих аватарка, аватарка – не аватарка. То есть здесь, ну, просто, может быть, сейчас вкратце расскажу такие стандартные, банальные вещи, которые, может быть, кто-то просто не знает. Вы не сможете продвигаться, если у вас вот здесь вот нет, как бы, нормального, уникального предложения. Чем вы отличаетесь от других коллег? Чем? То есть аватарка живая, желательно поясной портрет, желательно с улыбочкой, то есть не вульгарная, не длинные ноги какие-то красивые в шортах, потому что тоже часто вас будут воспринимать иначе, и не факт, что у вас закажут эту съемку. То есть все должно быть позитивно, добро. И не ставьте сюда, к примеру, какие-то ставят логотипы, попу слона. То есть люди должны, люди покупают людей. Постоянно про это говорю. И сейчас время именно такое. То есть контент, личный бренд, уникальность. Здесь не просто пишите свадьбы, детские съемки, семейные съемки. А чем вы отличаетесь? Допустим, сдаю съемку. К примеру, как найти УТП, вы просто открываете Google и пишете уникальное предложение для фотографа. УТП в Инстаграм для фотографа. И вы найдете огромное количество вариантов. То есть, допустим, сдаю свадьбу через неделю. Или, к примеру, там подготовлю для вас от образа, к примеру. Ну, подумайте, просто вариантов огромное количество, но не перечислять. Там свадьба, ловстория и прочее. Телефон контактный, чтобы здесь у вас не был написан телефон контактный, потому что это тоже неудобно. Смотрю, у многих до сих пор по сей день висит. Плюс семь, девятьсот четыре. То есть, для того, чтобы клиенту вам позвонить, ему надо этот номер запомнить. Ему надо его куда-то выписать на бумажку, а потом позвонить. Это прошлый век. У нас здесь есть возможность, и топлинки есть, есть возможность связаться с вами. То есть, все прям... Что касается хайлайцев, они могут быть тоже живые. Они могут быть какие-то уникальные, там, иллюстрированные, без разницы. Что касается гридок, к примеру, когда клиент заходит на вашу ленту Инстаграма, он смотрит там первые девять фотографий. Желательно, чтобы они были тоже... Чтобы был запрос, чтобы они хотели вас купить, чтобы они понимали, что вы профессиональный фотограф, что вы принимаете заказы. В общем, ребят, что касается Инстаграма, это будет отдельная тема. Давайте я сейчас вам расскажу про домашнее задание, которое вы обязаны сделать. Сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Кто участвует и хочет результатов в течение пяти дней, я буду давать домашку. И сегодня мы с вами рассмотрели методы поиска клиентов. Выберите тот, который подходит именно вам. Я просто не хочу вас загружать, знаете, с сегодняшней одной лекции. Давайте вам все подряд, давайте все постепенно. Хорошо? Как я говорила, триггеры, все по кусочкам. Значит, выберите тот метод, который вам подходит. По какому методу вы хотите найти трех человек, с которыми хотите работать. А в комментариях я сейчас напишу пост, вы в комментариях напишите, почему у вас в течение трех дней, недели, почему у вас получилось или нет, с какими сложностями столкнулись. Хорошо? Задавайте ваши вопросы, я сейчас отвечу на ваши вопросы. Или если не успею ответить, пишите в комментариях, тоже с удовольствием отвечаю. Все, сейчас переключаю телефончик на себя. Одну секундочку, пишите пока вопросики. Ты дышь, ты дышь, ты дышь, ты дышь. Сейчас, одну секундочку. Сейчас, ребятки, секундочку, секундочку. Надену масочку, а то я тут, мне прям очень жарко. Включаю. Топлинк бесплатно, смотрите, топлинк бесплатно две недели. А потом платно, но там небольшая сумма. Вайфолио, да. Вайфолио, вообще, у меня есть эфир здесь, посмотрите, в GTV есть эфир, сохраненный именно про Вайфолио. Я всегда говорю, это уникальный сайт для фотографов. К примеру, проживая сейчас в Америке, я понимаю, какие здесь деньги платят девочки, фотографы, имеют практически то же самое. Мы это покупаем, не знаю, сколько там сейчас, 2000 рублей, по-моему, в месяц, да. А у нас, кстати, кто будет регистрироваться от меня, там скидка 55%. Вот, просто укажете пароль, не делал. Посмотрите, посмотрите эфир, хорошо, он у меня там сохранен. Вот, и плюс, есть у них огромный, огромный жирный плюс, у них есть хранилище диск, неограниченный диск, так что вы сможете еще ваши фотографии загружать клиентам и отправлять. Так, что касается, на какую камеру посоветуйте, сейчас, сейчас, секундочку, секундочку, все, начинаю быстро. На какую камеру посоветуйте снимать? Для начинающих на любую, ребят, любая какая есть. То есть, я снимала мои первые, вот именно первые кадры, которые я делала, это был Nikon D3000, китовый объектив, 18-55 объектив. Ребят, мне хватило его на полгода, да я за эти полгода, я думала, что это самая лучшая камера в мире. Затем вы дальше будете понимать, что глаза видят одну картинку, а камера не справляется. Вот у кого такое бывает, когда вы вышли на локацию, пытаетесь фотографировать, вы видите глазами красивую картинку, а в камере какашку. Значит, просто надо уже менять камеру, да, смотрите, думайте. Ну, вообще, я всегда говорю, что рисует картинку не тушка, а рисует объектив. Я, к сожалению, сейчас вам не смогу показать, я свою камеру потеряла в Сан-Франциско, сейчас буду покупать новую. У меня остались только мои две линзы, 85-ка и 135-ка. Вот, но всегда говорю, что рисует не тушка, рисует объектив. Объектив должен быть крутой, то есть линза должна быть очень-очень классной. Так, дальше, дальше, дальше. Где находить людей для ТФП-съемок? Вконтакты группы Мертвые. Я ищу через Инстаграм. Смотрите, всегда, просто поверьте мне, какое количество у меня было мастер-классов в разных городах. Допустим, я лечу на мастер-класс на Камчатку, либо в Владивосток, либо в Сан-Диего. Я ищу, захожу просто в Инстаграм, набираю просто Сан-Диего, или, к примеру, фотограф Сан-Диего. И начинаю, или там, визажист Сан-Диего. И я просматриваю именно этих людей, добавляю. Если мне нравится этот типаж, к примеру, и пишу им предложение, я все еще через Инстаграм. То есть это может быть по хэштегам, это по локации. То есть ВКонтакте, да, ВКонтакте уже очень давно не ищу. Так, кто меня фотографирует, сложно с этим дуэлом. Меня практически никто уже давно не фотографирует. У меня было мало профессиональных фотосессий. Вот знаете, это как, еще раз, как я говорю, с понедельника начну. Вот все, мечтаю сделать себе красивую фотосессию. Обычно настраиваю. Если со мной рядом есть мои коллеги, друзья, с которыми путешествую, я прошу их отснять. Просто делаю даже настройки, или там они на свои настройки снимают, я обрабатываю. Либо, к примеру, профессиональных фотосессий у меня было очень мало. Лучше быть универсальным фотографом или все же уйти в одну сферу? Очень хороший вопрос. Как я это называю фотограф-хватограф? Ребят, смотрите, если вы живете в маленьком городе, и, к примеру, будете уникальным только по детской семейной истории. Ну, к примеру, не снимаете банкеты, не снимаете свадьбы, снимаете только детей в кустах. Но нет у вас сегодня заказов на детей в кустах, будете сидеть, лапу сосать. Я бы пошла, и я снимала в свое время репортажи, и дни рождения, и свадьбы снимала, потому что надо было что-то есть. Если мы, к примеру, говорим, что вы фотограф ньюборн, я понимаю, что для этой съемки вы должны очень хорошо закупиться оборудованием, пройти там очень дорогостоящие курсы. И, конечно же, сложно там быть ньюборн-фотографом и свадебщиком. Это абсолютно разные вещи. Но если вы, к примеру, детский, семейный, свадебный, снимаете лавстори, побежали, сняли сегодня свадьбу. Да снимите вы пару свадеб в месяц, это не так тяжело. Одну свадьбу в месяц, она просто вам окупит месячное проживание. Все остальное вы просто будете делать еще съемочки для души. Если вы работаете в большом городе и пытаетесь... Тут надо просто понимать, какие у вас цели. Если вам не на что жрать, так сказать, вы будете снимать все. А если вы живете, у вас там за пазухой, не знаю, там есть спонсор, который вас, допустим, кормит, то, конечно, вы можете себе позволить выбрать одну нишу и быть только брендом. Я бренд-фотограф, я снимаю только портреты. Или я снимаю только детей. Я снимаю там... Здесь нет такого стопроцентного ответа для всех. То есть у всех уникальная история. У всех по-разному. Но я, как сказать, я не противник того, чтобы снимать много. Потому что это опыт, это общение. То есть если даже вы детский семейный фотограф, но сегодня у вас позвали на какой-то репортаж, допустим, в театре. Какое-то... что-то происходит. Либо какое-то мероприятие женское. Да и идите туда с этими визитками. Фигачьте этот репортаж. Сдавайте материал, знакомьтесь со всеми. Делайте комплименты и получите еще кучу детских семейных историй. Так, по домашнему заданию. Это может быть хоть один блогер, эксперт, все верно. То есть с кем я хотела бы провести. Да, это могут быть три человека, допустим, из вашего окружения. Может быть там три подруги. Классные, красивые. Допустим, с одной вы проведете семейную историю, с одной сделаете классный портрет, какую-то стильную, интересную съемку. А с третьей еще что-нибудь придумаете. Либо это могут быть три блогера, три медийных лица. То есть выбирайте, может, одно медийное, две подруги, без разницы. То есть под какой пункт подходит именно вам. В iFolio 3000 в год. Ребят, у меня висит эфир. И если вы три буквы с моей фамилии, не идеал, то есть у меня фамилия не идеалка. Если вы регистрируетесь и указываете три вот эти буквы, там, или четыре, не идеал, то есть у вас 55% скидка. То есть вы делаете не за 3000 рублей, а за 1500 рублей, там, еще даже меньше в год. То есть вы получаете их хранилище. В общем, сейчас не реклама в iFolio, но в iFolio я очень уважаю. И все платежные системы. Мой сайт лично на iFolio, и никакой другой я больше не хочу. Спасибо большое. Какая камера лучше, 600 или 650? Знаете, они примерно похожи. Если бы у меня спросили, к примеру, там, здесь не очень большая разница. Так что всегда запомните, чем меньше число, тем дороже. Вот. Запись, да, сохраню. Как понять, что можно перейти с творческих съемок на коммерческие? Смотрите, когда нет страха. Ребят, нормально, у вас еще есть время, да, у нас 436 человек. В эфире. Как перейти? Если вы почувствовали в себе силы, если... В моей ситуации я перешла быстро, потому что мне нужны были деньги, да. Я, может быть, и боялась, тренировалась перед зеркалом. Я уже не помню, как это все происходило. Вот. Но мне было проще писать. То есть в лицо говорить, что моя съемка, я стою там... Мои проекты были детские по 1000 рублей. Сейчас я вам даже... Я хочу показать, не знаю, может быть... Давайте не в этом эфире, в сторис тогда просто покажу. Мои проекты, они стоили 1000 рублей. То есть у меня муж делал какую-то лавочку. Мы шили какие-то костюмы. У меня есть тетка, знакомая женщина, мы нашли ее в Балахне, в нашем поселке, которая просто шила костюмы. Я ездила, покупала эту ткань, рисовала какие-то... Причем не я рисовала, а смотрела эскизы. Прям набирала эскизы, какие-то сказочные костюмы. Мы шили какую-то вот эту одежду. И все это было за 1000 рублей. Я помню, что с этих проектов мы уставали так. Я еще взяла там двух подружек. Одна у меня была типа стилист. Она там вовремя сапожки одевала, ободочек на волосы подносила, Танюшка. Это, кстати, та, которая вот с лошадкой была. Это вот был и был потом мой ассистент. А вторая девочка Наташа, которая была... Звалась у меня декоратором. Да, и мы вот этой большой командой делали вот эти проекты. Деньги делили поровну. Уставали сильно. Там не столько были деньги, но столько было... Так столько было счастья, когда на флешках было огромное количество материала. И эти кадры я выкладывала. Я понимала, что во мне растет уверенность, потому что мне люди стали писать... Вы знаете, уверенность, она появляется, во-первых, когда вы прошли огонь и воды и медные трубы, когда вы чувствуете в себе силы и знаете, что вы справитесь. Неважно, дождь, снег, ураган, какая-то там, какая-то проблемная съемка. Я где-то недавно в эфирах рассказывала, у меня столько было проблемных съемок, столько было клиентов, которые просто... Я просто не знаю, имею ли я сейчас возможность вам рассказать вот эти истории, с удовольствием бы поделилась. Вот. И когда вы понимаете, что вы прошли огонь и воды и медные трубы, и вам ничего не страшно, вы просто берете деньги. Либо вы понимаете, что вам нечего жрать, вы тоже берете деньги. То есть тут весь вопрос такой. Вот. Но, ребят, вы должны уважать себя. Вы должны любить себя прежде всего. Я считаю, что любая работа должна оплачиваться. И если есть в вашем окружении друзья, коллеги, которые дают вам свое тело, под фотосессии, конечно, используйте. Если есть люди, которые сели на вас и поехали, ножки свесили, я знаю, что в моем окружении были такие люди, которые на каждое мероприятие меня приглашали только для того, чтобы я их пофоткала. Но все это до определенного предела. То есть рано или поздно вы просто научитесь говорить «нет». Вот это тоже очень важно, научиться фотографу говорить «нет», потому что мы добрые. И где-то я тоже про это рассказывала, что ты добрым всему миру не будешь. У меня было такое состояние, когда я, к примеру, повышала цены, когда мои съемки стоили 3000 рублей семейные. Проекты я делала за 1000. Свадьбы у меня были за 8, за 15, за 12. И когда я стала понимать, что прошел год, что я купила новое оборудование, что у меня уже там 2 камеры, что у меня уже огромное количество опыта, я по-другому обрабатываю, я стала где-то учиться, покупать какие-то уроки. И я поднимала стоимость своих услуг где-то по 3-4 раза в год, по чуть-чуть, постепенно. И, конечно, у меня были такие моменты, когда мои клиенты старые, из моего маленького города, которые приходили спустя год, они спрашивали, а сколько стоит, например, та же самая свадьба? Она стоила там 15, а сейчас 25. Они говорят, о, Ирина, надо же, а мы вот в том году, наши друзья у вас женили за 15. Я понимаю, что можно быть добрым всему миру. Вы можете еще идти и снимать их за 15, можно даже за 5, можно бесплатно. Я своим клиентам постоянно давала скидки, давала какие-то предложения, но надо научиться любить себя, потому что постепенно отсекать, научиться говорить нет и поднимать стоимость на свои услуги и растить и дальше. Вот это тоже очень важно. Но мы не можем этого делать, нам хочется объять весь мир и всем угодить. Но, к сожалению, так тоже не получится. Какое новое буду брать, пока не знаю. У меня сейчас идет курс по ретуши, мы уже заканчиваем на финише. Я не думаю, что мы его будем повторять, но курс реально очень крутой. Сейчас очень много поступает сообщений в директ. Вы видите, я немножко делюсь, я просто не могу все подряд в директ в сторис выкладывать. Там как раз именно технология полностью моей обработки. Я использую Алинскин Экспожа, я использую Кно Лайт Фактори, я использую Вивезу, я использую Люминар последний и не помню еще, но СВР Профессионал, по-моему, вот 4 или 5 таких классных, еще Кно Лайт Фактори, 4 или 5 программ, которые в принципе... Вот вчерашнюю фотосессию, точнее сегодняшнюю, которую я выложила, я ее обработала с помощью одного пресета. То есть я конвертнула эту съемочку и просто одним пресетиком вкусненьким Алинскином прошлась, получился персик. Ирина, когда еще не уверен в качестве своего продукта, еще мало опыта, снимать бесплатно? Все зависит, все зависит еще, конечно, от случая и именно от вашего клиента. Если вам предложат, к примеру, деньги за эту съемку, не отказывайтесь. Вот просто не отказывайтесь, дают вам там тысячу, все, спасибо большое, просто принимайте, научитесь принимать. Вот, наверное, мы так все воспитаны, я так воспитана, меня всю жизнь так учили. Я даже когда развелась одна, осталась с ребенком на руках, мне не надо было, ни денег от него, вообще ничего не надо было. Я все сама, знаете, как Кинг-Конг бьет в грудь, я все сама. Вот, поэтому научитесь принимать, да. Если вы сами, наверное, ребят, вы почувствуете. Давайте я просто расскажу маленькую историю, как я научилась брать большие деньги за съемку. Когда мои съемки стоили семейные, ну или, к примеру, свадебные, 25-30 тысяч рублей за свадьбу. И однажды был такой момент, я знаю, что мои студенты все знают эту историю. Мы ехали с моим мужем подписывать контракт в Нижний Новгород, подписывать контракт на свадьбу. И мы едем, у меня входящий звонок, звонит мужчина. И он говорит, Ирина, я тут спрашивала, сколько у вас стоит сертификат на съемку, скажите мне, пожалуйста, цену. И мне очень важно, что в сертификате был указан срок год. Я вообще терпеть не могу сертификатной съемки, потому что это кот в мешке. Тот клиент, который платит вам деньги, хоть даже тысячу рублей за съемку, он помоет голову, он накрасит ногти. Ну, он, по крайней мере, это его кровные тысячи, он будет отдавать себе отчет, что он не тратит время впустую и будет хотеть результата. А кот в мешке, это когда, сейчас вот я вас спрашивала, рассказать ли курьезные какие-то ситуации, какие-то проблемные. Вот, там тоже была сертификатная съемка. Вот, и, конечно, мужчина такой, он говорит, я вам писал на почту, но вы мне не ответили, скажите, сколько денег. И прям, знаете, прям требует, он говорит, съемка в Москве, а я в Нижнем Новгороде. И у меня съемка там свадьбы, там полный свадебный день, там 25 или 30 тысяч рублей была. И я, конечно, когда он мне просто сказал, съемка в Москве, сказал успех Рублевской шоссе, то есть мне, в принципе, это было более чем достаточно. Девочки из маленького города, я очень хотела на Рублевку, я очень, я понимала, что туда главное попасть, главное снять одного клиента и дальше ты пойдешь по сарафану. И тут вдруг у меня коленки затряслись, меня там всю заколбасило, и я такая, пип-пипа, типа связь плохая. Я говорю, пожалуйста, можно я вам перезвоню минут через 10, я тут в дороге, а мы реально в дороге были. Я кладу трубку и с мужем советуюсь. Я еду и просто у меня ноги трясутся, я говорю, Сережа, Рублевка, спрашивают, сколько съемка, детская семейная история. Надо было указать в сертификате год, потому что человек очень занятой, и не всегда он бывает в стране. Надо было отснять его, его молодую жену и трехлетнюю дочь. В общем, ребят, я просто не знаю, вы со мной, поставьте, пожалуйста, плюсики, да, а то я не вижу никакой реакции, не совсем понимаю, на месте вы или нет. Вот, и в итоге мы едем, и я у мужа спрашиваю, сколько? Он такой, ну сколько стоят твои коллеги? Сколько коллеги берут? На тот момент, я помню, Лена Корнеева брала 50 или 60 тысяч, или 70, не помню, Карина Кейль брала где-то 60. И он такой спокойно ездит к нам, 60 тысяч, или 70 он мне сказал. Я говорю, ты с ума сошел? То есть за одну съемку, за одну съемку просто, ну реально, ребята, я не помню, какой это год был, честно, может 12, может 13, наверное, 13 год этот был. И мне было дико даже слышать с его уст вот эту сумму. А он такой спокойно рулит, там, 60, я говорю, милый, 40, он такой, 60, я, 45, он, 60, я, 50, он, 60. Вот, как-то вообще это было очень смешно. Самое интересное, что я по телефону пообещала этому мужчине перезвонить через 5 минут, а мы доехали до заправки, муж ушел заправляться, как у нас обычно, вышел из машины, пошел оплачивать. И я вижу, что из зеркальной двери ему ходит муж, там, несет кофе, оплатил, он уже идет на меня, и мне надо звонить. Ребята, у меня просто не было выхода, мне надо было позвонить. Я взяла трубку и позвонила, сказала, да, стоимость съемки 60 тысяч рублей. Я потом выслала в электронном виде по почте вот этот сертификат. И, конечно же, знаете еще, что сделал муж в этот момент? Он, когда пошел на заправку, он мне зеркальце вот это вот отвернул, сверху вот это вот зеркальце на машине вот так отвернул и говорит, тренируйся. В общем, ребята, это, наверное, все приходит с опытом. Для начала вы снимаете бесплатно, потом вы просто почувствуете, либо ситуация вас вынудит снимать платно. А потихонечку потом будете расти. Когда вы поймете, что вы зашиваетесь в заказах, тогда уже просто поднимаете стоимость, но на чуть-чуть. И те, кто подняли стоимость, очень многие боятся, что потеряют вообще всех клиентов, потому что месяц 2 или 3 будет простой. Загрузите себя, то есть ни в коем случае не снижайте, вот просто идите дальше. Именно в этот простой заранее понимаете, что я поднимаю цену сегодня вот на столько до процентов. И я понимаю осознанно, что у меня 2 или 3 месяца не будет заказов, поэтому что мы делаем? Мы просто эти 2 или 3 месяца фигачим творческие съемки, делаем портфолио так, везде показываем, везде рассказываем, что вы снимаете. И, в общем, дальше уже пойдут пакеты по другой цене. Так, 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 эфирчик сохраню, ребята. Сейчас, секундочку. Какой объектив лучше перейти после Китова? 24 на 70, 35, 50. Не знаю, какой выбрать. Сейчас, секундочку, смотрите, это разные объективы. Если 24, 105, 24 на 70, это зум-объективы, они, вам не надо будет с ним бегать, вы увеличиваете, приближаете, удаляете, но это сухие объективы, это репортажники. То есть, если вы снимаете банкеты, мероприятия, юбилеи, корпоративы, берите 24 на 70, идеальная линза, вообще просто идеальная линза. 35-ка, хорошая линза, это уже фикс, то есть, если мы говорим про полтинник, 85-ка, 135-ка, 35-ка, это фиксы. То есть, нет у вас возможности увеличить и отдалить, но вы получаете шикарные картинки с открытой диафрагмой. К примеру, вот я потеряла 35-ку, 1,4. Так, неуборно фотографировала. Так, так, портфолио разные съемки. В портфолио разные съемки выкладывать. Ребят, давайте, что касается Инстаграм, хорошо, вот именно полностью алгоритма работы в Инстаграм, у нас будет приглашенный специалист, мы на эту тему поработаем, хорошо? После вашего эфира давно я подняла свою цену в два раза, и люди покупают, спасибо. Ю-ху, спасибо огромное, спасибо. Время полно, вы мне пишете, да, рассказать про истории, да, наверное, про проблемных клиентов. С удовольствием слушаю. Да, все хорошо, давайте расскажу. Спасибо большое. Смотрите, у меня был такой случай по сертификату. Я, конечно, понимаю, что мы не должны очень долго быть в эфире, потому что я обещала один час. Главное, чтобы вам плохо от меня не стало, потому что у нас в течение пяти дней будут полезные эфиры. Значит, был такой случай, съемка по сертификату. Приезжает ко мне семья на крутом джипе в маленький мой поселок городского типа. Я назначила в Дубовую рощу, у нас там есть недалеко от кладбища Дубовая роща. Ну, кладбище так не особо видно, но место красивое. Приезжает крутой дорогой джип, открывается дверь, я вижу тоненькую красивую загорелую ножку, и я слышу такой трехэтажный мат, лай был по полной программе. Он орал, он мужчина, он возмущался, что ему пришлось так далеко ехать, что какого хрена он здесь делает, что у него там дела горят, а тут какая-то фотосессия. И причем это все было при мне. Вот это самое отвратительное, когда ты понимаешь, что тех людей, которые тебе надо снимать, они не настроены на волну, потому что понятно, что от тебя многое зависит. Ты знаешь настройки, ты знаешь, ты умеешь общаться с людьми, ты их расположишь, да, но когда люди вообще вот просто, у них война между собой, это очень тяжело. Что я сделала в этой ситуации? Мама была на съемке с двумя малышами, с двумя сыновьями. И я попросила ее отойти в кусты, то есть мы быстренько переоделись, взяли какую-то одежду и ушли в кусты снимать. Немножко там в дубы отошли подальше от этого папы. Она долго извинялась, она говорит, Ирочка, простите, вот он сегодня не в настроении. Но в любом случае, да, осадочек-то, конечно, есть внутри, но ты понимаешь, что ты как персонал должен работать. Ты вроде не виноват, тебя подарили, да, на тебя тут вот этот трехэтажный мат. Можно, конечно, развернуться и уйти, это выбор ваш, да, можно сказать, какого фига вы здесь меня оскорбляете, да, но я поняла, что я эксперт, я профессионал, и я не могу просто людей подставить. Ей нужна эта съемка, да, вот этой мамочке с детьми. И, в общем, в итоге мы работали, работали, и издалека я потихонечку увидела, как этот мужчина сильно озабочен своей машиной, сильно. Он там что-то там и натирала, что-то там поглаживала. Я из кустов, издалека, сделала маленький снимок его на фоне машины. Мне было очень страшно, руки, ноги тряслись, но я подбежала ему и показала этот снимок. Я говорю, давайте я вас тоже пофотографирую. Вы не представляете, что здесь случилось. Вообще он кардинально изменился. Он стал с машиной фотографироваться и вот так вот, и дверь откроет, и на руль вот так сядет, и там, короче, у него были позы с машиной, и вот так по-всякому. В итоге маму заели в кустах комары, то есть я уже с ним работаю, мамы с малышами приходят в машину, и малышей сажают на заднее сидение. Малыши прыгают на заднем сидении и открывают окошко. А я фотографирую и вижу, что там голова ребенка торчит, мешает, и я, видать, мимикой. Я всегда говорю, не мимикой, не жестом. Вы никогда не должны показать, что вам что-то не нравится. У нас обычно есть такие фотографы, которые смотрят вот так вот, и прям типа хрень получилась, да? А клиент это все видит, он это все чувствует. Ни в коем случае при любой ситуации, какая бы жопа ни была бы на фотоаппарате, то есть там внутри у вас то, что вы видите, улыбаетесь и говорите, потрясающе вообще, вы великолепны. Идем в следующий куст, вот здесь вот работаем. То есть, ребят, ну да, обязательно подходите, показывайте, пусть там из 10 кадров 2 есть хороших, прям подойдите и покажите, потому что клиенту очень важно увидеть то, что... Потому что слова это одно, а когда он видит себя там, это совершенно другое. И плюс у вас никогда не будет претензий, когда мне не понравилось в этой сессии, такое бывает очень часто. А почему не понравилось, клиент не может обосновать. А потому что ему просто сам себе не нравится на фотографиях. Вот, если вы заранее будете показывать, и клиент, к примеру, показываете не просто, а беседуете, спрашиваете, Люсечка, милая, посмотрите, что нравится, давайте, какой ракурс больше нравится. Вы же понимаете, у каждого клиента одна рабочая сторона, вторая так себе. Ваша задача найти этот нужный ракурс. Всегда говорю, что фотограф, задача фотографа, это увидеть красивое в человеке. Нет людей некрасивых, есть просто фотографы, плохо видящие. И показывать, и когда клиентка говорит, ой, у меня руки толстые, вы так тадыщ, намотали себе на ус. Дома уже, когда будете обрабатывать, вы поймете, что руки толстые, что надо прибрать. И, значит, историю продолжаю дальше с этим мужчиной. Он заставил вылезти детей из машины. Он очень долго фотографировался с машиной. И, конечно, его величество соизволило сделать несколько снимков семейных, тоже на фоне вот этой машины. Ну, в общем, такие истории бывают. Но в итоге он потом остался довольный этой съемкой. Я просто говорю, что в любой непонятной ситуации, ребят, работать фотографом, это непросто. Когда мы видим просто дома за чашечкой чая вот начинающие фотографы, просматриваем ленту и думаем, ну, как красиво, я бы тоже так смог. Я бы тоже хотел жить такой жизнью, я бы тоже классно путешествовала. Но, ребят, что стоит по ту сторону кадра, знаем только мы, согласитесь. Сколько труда, сколько бессонных ночей, сколько нервотрепки, сколько потерянного здоровья. Кстати, ой, ребят, что-то я прервалась. О потерянном здоровье тоже хочу сказать. Берегите себя, любите себя и берегите ваше здоровье. Никаких ночных обработок, потому что все это тоже отражается не очень хорошо. Кто читал историю про Дашу Булавины, у меня примерно такой же диагноз, мне поставили 4 года назад, а буквально несколько дней назад мы созванивались с Ильюшей Двойковским, у него тоже проблемы, поэтому как-то мы будем потом объединяться и выходить в прямые эфиры, чтобы вы не сидели ночами, потому что все люди творческие потом болеют. Вот. Так, так, так. Сейчас, секундочку. Что такое вайфолио? Ребят, это сайт для фотографов. Это чуть позже вы узнаете, если у вас есть уже портфолио. Да, это сайт с хранилищем. Какой, ребят, сори, пока не знаю, какой буду покупать, честно. Сайт, да. Да, эфир я сохраню. С праздником, с днем фотографа. Ребят, я, конечно, могу разговаривать еще очень долго, могу долго быть с вами, но... С праздником, с праздником. С праздником. Да, все, все читаю. Очень-очень много комментариев. Огромное вам спасибо. Я просто могу их считать... Да, да, читать очень долго. Так, теперь думаю, дать отбор клиентов. Как можете сделать... Ребят, на эту тему, смотрите, у нас, помните, как я вам говорила, триггеры. Для начала, как найти клиента. Вот наши триггеры. Как найти клиента. Потом дальше у нас будет эфир, как работать с этим клиентом, что сдавать, как сдавать, как вести себя на съемке, как сделать так, чтобы клиент к вам возвращался. То есть об этом, обо всем. И про социальные сети мы с вами будем твердить все эти пять дней. Но пока я, наверное, буду с вами прощаться. Большое всем спасибо, что вы были со мной. Всех еще раз поздравляю с праздником. Знаете, очень хочется объять этот телефон, обнять всех вас, потому что энергия даже через телефон чувствуется. Я вас всех очень люблю. Еще раз говорю, самое главное, благодарных клиентов. Самое главное, чтобы у вас не покидало вдохновение, чтобы фотография – это болезнь. Есть такая, знаете, есть такая поговорка, подарить другу фотоаппарат. И, как говорят, хочешь разорить друга, подари ему фотоаппарат. И согласитесь, что мы все болеем? Мы все болеем фотографии. Так что сил вам, энергии на все и вдохновение. Хороших клиентов. Все. Большое вам спасибо. До завтра. А завтра вас ждет новая порция. Обязательно делайте домашние задания. Если что-то не получается, пишите. А я в сторис сделаю обязательно скрины, какие письма я делала в рассылке своим звездам, блогерам и так далее. Все. Большое всем спасибо. Пока-пока.